Еще одним очень важным фактором, который был отмечен, и он заложен у нас в концепции после исследования международных экспертов, связан с тем, что у нас ставки налогов не регулируются налоговым кодексом. Они регулируются указом президента и меняются каждый год. Где-то снижаются, где-то увеличиваются. Первый вопрос у любого инвестора – как мне планировать? Инвестиции – это всегда долгие деньги. То есть я вкладываю сегодня, пять лет я строю, через шесть лет я начинаю производство, через восемь лет я окупаю свои инвестиции. Не бывает инвестиций, которые вкладываются и сразу получают отдачу. Как инвестору планировать? Он не в состоянии рассчитать, потому что он не знает, что будет завтра. Он не знает, какая завтра будет ставка. Он не знает, как изменится подход к налогообложению. Он не знает, как изменится налогооблагаемая база. Поэтому в концепции заложен порядок, при котором ставки закладываются в самом налоговом кодексе. И изменение налоговых ставок может быть только с начала следующего финансового года. Это даст возможность и предпринимателям, и инвесторам, и любому человеку понимать, сколько он будет платить налогов. И это регламентно у него не каждый год, а он сможет это планировать на более долгий срок. В этом случае мы получаем инвесторов, не которые приходят к нам на три года, пока есть льгота, а мы получаем инвесторов, которые здесь будут у нас оставаться на долгие годы и будут приводить свои долгие инвестиции. Следующим фактором, который был отмечен международными экспертами, это сложность подходов к администрированию и сбору налогов. Да, у нас сейчас в стране объявлен мораторий на налоговые проверки. На сегодняшний день это правильный шаг. Но когда мы говорим о концепции, если вы отметили, то в концепции заложено, что нужно усилить контроль и усилить штрафные санкции. Почему? Посыл нашей концепции следующий. Открываются все возможности для предпринимателей. Резко снижается количество налогов. Резко снижается. С 22, если не ошибаюсь, мы переходим. Причем у нас невозможно посчитать даже количество налогов, потому что у нас огромное количество «если». Если ты плательщик единого налогового платежа, но у тебя свыше одного гектара, ты становишься плательщиком земельного налога. Если ты производишь специфические товары, то ты становишься плательщиком акцизного налога. Ну и так далее. Поэтому сказать даже, сколько у меня будет налогов прямо следуя из налогового законодательства, вы не сможете. Поэтому мы в концепции резко сокращаем количество налогов. Плюс еще одним вопросом большого количества налогов заключается в том, что фактически государство переложило на предпринимателя, на собственника порядок администрирования. Вы посмотрите, у нас все налоги, они практически целевые. Все международные эксперты говорят, если вы хотите реформировать, вы должны бюджет держать в одной корзине. Потому что государство должно регулировать самостоятельно, куда в первую очередь направить расходы. А у нас получается так, что дорожный фонд есть, мы отдельно платим, один счет. Школьный фонд у нас другой счет и так далее. Централизация бюджета не наблюдается. Это один из плохих показателей на сегодняшний день. Это говорит о том, что государство не может качественно администрировать и регулировать расходы бюджета. Поэтому, когда мы сегодня говорим о том, что у нас сокращается количество налогов, мы говорим о том, что мы стремимся к централизации бюджетных средств. И это сокращение должно привести к этому. Да, это будет менять бюджетную политику. Да, для этого необходимо будет пересматривать подходы к доходной и расходной части бюджета. Это один из параллельных шагов, которые необходимо делать при внедрении новой налоговой политики. Так вот, когда мы говорим о сокращении количества налогов, мы также должны понимать, что это сокращение налогов должно привести к тому, что все предприниматели будут понимать четко и однозначно, что они платят. И это упростит их подходы к бизнесу и к порядку понимания, что они будут получать от этого бизнеса.